Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в мансарде художника, где начинаем цикл передач, посвященных начинающим, желающим всем тем, кто желает научиться рисовать или писать акварелью и впоследствии создавать свои произведения искусств. Мы рассмотрим комплекс проблем, с которыми сталкиваются начинающие художники. Сегодня в цикле наших передач мы посвятим эти проблемы рисунку. Рисование – искусство воспроизведения образов на плоскости. Для того, чтобы научиться этому искусству, нужно, во-первых, приобрести необходимые инструменты, средства для изображения, средства изобразительности. Во-вторых, нужно воспитать в себе некое эстетическое отношение к действительности, воспринимать жизнь, как ее воспринимает художник, видеть жизнь так, как ее порой не может видеть обычный человек. Этому тоже можно научиться – остроте, созерцание жизни. И, конечно, культивировать в себе художника. И вот мы с вами должны, во-первых, научиться натягивать планшет, во-вторых, приобрести мольберт или тюдник, в-третьих, приобрести карандаши, пастель, соус, сангину, уголь. Вот те средства художественной выразительности, о которых мы будем говорить дальше. И, по сути говоря, вот перед вами сейчас всплывет уголок мастерской. Здесь, вы видите, стоят гипсы, орнамент, предметы натюрморта, драпировки, которые тоже помогут научиться правильно рисовать и строить живую, строить модель как гипсы, мертвую модель, так и натюрморт, так и живую модель. И вот разница между рисованием живой модели и, скажем, натюрморта или гипсов, она тоже, в общем-то, должна быть нами прослежена и изучена. Конечно же, художник должен подготовить инструменты. Карандаши должны быть разного, разной мягкости. Это и твердые карандаши, и мягкие карандаши. Твердыми карандашами удобно работать, что называется, на свету. И бумага должна быть прочной, желательно, вот, госзнак, он вполне доступен для приобретения. А мягкими карандашами можно создавать так называемые живописные рисунки, и ими удобно работать в тенях. Мы тоже об этом будем говорить. Конечно же, начинающие художники очень часто боятся, боятся самих инструментов, не умеют, вот, правильно подобраться к рисунку. Рисунок может быть разным. Он может быть линейно-контурным. Вот, например, Серовский набросок знаменитый. И, надо сказать, что такому рисунку тоже нужно учиться, линеарному, контурному рисунку, легкому. И не сразу такие навыки приобретаются. Надо сказать, что и сам Серов не сразу мог вот с такой точностью, остротой изобразить модель. Он брал кальки и, не стесняясь, так сказать, неудавшиеся места, потом исправлял. В этом нет ничего, так сказать, зазорного. Есть рисунок аналитический. Аналитический рисунок, вот, в частности, начинающие художники должны пробовать себя в рисовании простых форм. Там, скажем, цилиндра, конуса, параллепипеда. И правильно строить этот рисунок в перспективе. Вот новое слово, появившееся, наверное, для многих. Это перспектива. Как линейная, так и воздушная перспектива. В рисунке чаще всего имеют дело с линейной перспективой. Вот перед вами изображение, так сказать, дома. Или также можно изобразить улицу. В рисунке важно выявить линию горизонта. То есть линия, которая, горизонта, которая проходит параллельно, вот, вашим глазам. Будь то вы садитесь рисовать натюрморт, или, скажем, улицу, или дом. Вот здесь мы видим, что линия горизонта практически проходит по линии окон, верхних окон под крышей. И здесь дом построен с учетом двух точек схода. И вы видите, что эти точки схода расположены на линии горизонта, и куда сходятся все, значит, линии. Благодаря этому воссоздается иллюзия пространства. Вот я упомянула это слово – иллюзия, иллюзорность воспроизведения действительности, к чему стремится художник. Значит, еще важный момент. Не обязательно сразу приучать себя к такой геометрической строгости и правильности изображения. Можно, что называется, свободно рисовать. Вот, например, как рисовал Матисс. Конечно, это уже маэстрия, свобода изображения, раскрепощенность. Но, значит, не бойтесь изображать аквариум с рыбками, либо стоящий на столе стакан воды, либо чайник, либо вазу, либо горшок с цветами. Важно, чтобы через этот рисунок вы передавали свое чувство, свое настроение, свою эмоцию. И вот как раз рисунки Матисса свидетельствуют об этом. Вот такой свободный, линеарный, раскрепощенный рисунок. Практически такие же рисунки мы видим и у древних египтян. И мы видим эту графику в рельефах. Вот посмотрите, как можно с помощью такой беглой линии, тушью, либо сейчас продаются такие ручки специальные, гелевые, черные. Мы раньше рисовали тушь и перо, ну а сейчас гелевая ручка вполне заменяет и тушь, и перо, или кисть и тушь. И свободно вы подчиняетесь, так сказать, натуре, и вы создаете образ чувствительный, неповторимый, раскованный, свободный. Вот еще один рисунок, который тоже свидетельствует, что художник овладел не просто грамотой, но он умеет создать этот художественный образ высокопрофессиональный. И создает это за счет одной только линии, контурной линии. Вот к этому мы должны с вами стремиться. Учиться, во-первых, на своих ошибках и чужих ошибках, а во-вторых, мы должны с вами, значит, учиться и копировать даже работы мастеров искусства. Только через это приобретается грамота. Ну вот, посмотрите, еще один такой аналитический рисунок, построенный с помощью законов перспективы, когда берется линия горизонта и линиями, значит, изображается, вот создается такой набросок города, городского пространства. Здесь фронтальная перспектива, точка схода на линии горизонта, вот туда сходятся все лучи. Такие рисунки можно делать как карандашом, как глядя из окна собственного дома, так и на улице, и, собственно говоря, и гелевой ручкой, и пером, и углем делать такие рисунки. Но главное нам научиться, так сказать, воспитать свой глаз. Вот художник должен воспитать чувство пропорций, масштаба, глазомер, это и есть глазомер. И в простонародье еще называется набить руку, что называется. То есть рука должна быть послушной и должна исполнять то, что вы захотите создать в искусстве. Я советую вам приобрести такие папки специальные, куда вы будете складывать свои рисунки и просматривать их, но если не каждый день, то там через полгода. И главное увидеть вот этот рост. А рост, он будет наблюдаться из рисунка в рисунок. Вот вы будете чувствовать, что от рисунка к рисунку вы будете чувствовать, что прочнее стала ваша рука. И вот приобретете такую легкость в исполнении. Можно приобрести цветную бумагу. И вот видите рисунок здесь на такой цветной бумаге. И рисовать углем и мелом. Стараться даже, конечно, это уже сложная задача, передать в движение фигуры. И сейчас можно рисовать тушью. Вот это иксилибрис, правда, да. Но тушь позволяет сразу делать такое черное пятно. Или черное пятно, и вы выдерживаете уже эту плоскость белой бумаги. Вот посмотрите, значит, черное пятно – это тоже средство выразительности наряду с беглой контурной линией. Опять-таки, с помощью таких черных пятен создается композиция в листе. Создается композиция в листе. Я уже говорила, что не нужно себя закрепощать. И цветная бумага, крафт, подходит для рисования. Можно использовать, значит, соус, сангину, уголь. То есть, так называемые мягкие материалы в рисунке. И делать наброски. Пойти, скажем, в зоопарк. И попробовать уловить характер птиц, зверей. И воссоздать их на бумаге. Может быть, сначала будет не совсем получаться. Но со временем вы, так сказать, подберетесь к характеру изображаемых вами персонажей. Вот, пожалуйста, на крафте с помощью угля, соуса, мела. Вот здесь изображаются птицы. Какие-то детали. Значит, ноги. То есть, это учебные наброски, учебные рисунки. И дома также для себя можно поставить несложный натюрморт и попробовать его нарисовать. Но начинать нужно, конечно, с построения. И вы сами для себя должны решить, как вы хотите нарисовать. С помощью линии, с помощью черного, скажем, пятна. Или с помощью штриха, академического штриха. Ну, вот, например, драпировка, лежащая на стуле. Можно рисовать соусом, кистью рисовать. Здесь используется еще и мел. Белила, разведенное белила. То есть, вы сами выбираете технику рисунка. И, в конце концов, вы должны понимать, что вам ближе. Может быть, вам удобнее и приятнее рисовать карандашом, простым. Или угольным карандашом. Или сангиной. Или соусом. И вот, скажем, посмотрите тоже, как изображена морда лошади. И там отдельные детали сангиной. Небольшие наброски. Чем больше набросков вы будете делать, тем лучше. Скажем, 30-40 набросков в день. И вы таким образом набьете эту руку. И не сковывайте себя. И не бойтесь того, что, может быть, что-то не получается. Вот тоже посмотрите. Конечно же, это с помощью и линии, и черного пятна. Эффектный образ воссоздается. Это, значит, портрет. Феликс Валатон, француз. Он владел вот такими приемами именно заливок, черных заливок. И создается такой контраст черного и белого. Как раз он способствует. Важный еще момент. Ну, это уже, можно сказать, композиционные наброски или рисунки идут. Важный момент, конечно, это композиция. Композиция, мы тоже будем говорить о композиции. Она важна в рисунке с размещения изображения на листе бумаги. И нужно начинать. Значит, вот посмотрите, какие эффекты можно добиваться. Вот, пожалуйста, перед вами элементарные геометрические фигуры. Посмотрите, как рисуется цилиндр. Сначала проводится ось, центральная ось. Намечается высота цилиндра и ширина. Причем лучше брать соотношение высоты и ширины на карандаш. Дальше вы уже проводите вот эти контурные линии. И пробуйте накладывать штриховку. Освещайте этот цилиндр, желательно слева и сверху. Освещайте и смотрите, как располагается свет и тень по объему цилиндра. Мы будем на наших практических занятиях еще обращаться к тому, как правильно накладывать светотень. Благодаря правильной светотени воссоздается эффект. Правильно, на ложной светотени воссоздается эффект иллюзии пространства. То есть на двухмерной плоскости листа вы создаете трехмерное пространство и рисуете свой предмет в объеме. Создаете этот объем. Более того, следующий этап, повышенный этап сложности, это передача материальности предмета, скажем, гипса цилиндра, или мягкой ткани драпировки. Это уже другая задача. Но одним словом, изображение предмета включает несколько стадий. Вот, посмотрите, изображение куба. Также вы дома можете поставить простую коробку и попытаться ее изобразить. Попытаться изобразить плоскость, на которой стоит эта коробка, основание, то есть днище с учетом законов перспективы. И вот, видите, первый этап – это примерный набросок, компоновка в листе бумаги, а потом уже происходит дальнейшее построение с учетом законов перспективы и выверка пропорций. И потом уже вы находите грань куба, которая затемнена, и находите, как располагается падающая тень и собственная тень. Тем более нужно учитывать, что собственная тень всегда темнее падающей. Ну, а потом от грани на нет легко ведете вот эту светотеневую растушку. И вообще нужно, значит, несколько проводить экспериментов, как растушевывать, как накладывать, значит, штрих. Это отдельно можно на листочке бумаги потренироваться, чтобы штрихи, которые вы накладываете на бумагу, были параллельными. И вот вам учебный рисунок, например, где вы видите, что здесь и попытка начинающего художника изобразить, скажем, куб, шар и пирамиду. Вот определенный этап рисования. Хотя мы видим, что здесь есть ошибки. Есть ошибки и в построении куба, например, выворачивается вот там стенка правая, боковая, и также не совсем объемно приклеен, словно шарик. Но такие ошибки начинающие художники делают часто. Вот нужно учиться такой растушки, постепенной растушки от тени к свету, через рефлексы, через полутона. И мы тоже этому будем учиться. Но это неминуемо. Это этапы, которые проходят все, значит, художники начинающие. Тем не менее, я еще хотела сказать несколько слов об архитектурной графике. Фасады домов, которые тоже можно чертить сначала, делать такой контурный рисунок, а потом делать отмывки. Но это тоже важный элемент графического искусства. Важный элемент графического искусства. Вот, пожалуйста, посмотрите, насколько, так сказать, тонко и точно могут работать архитекторы, создавая такие образы. Там наличники окна, дома в разных стилях. Вот походите по городу и полюбуйтесь, что можно изобрать. Книжная графика тоже требует к себе определенного подхода. И тоже можно на иллюстрациях учиться. Дорогие друзья, при рисовании объемов предметов, предметно-пространственном изображении объектов, важное значение имеет перспектива. Перспектива вообще это целая наука. Но вот изначальные, так сказать, знания, они опираются на такие понятия, как точка зрения, выбор точки зрения, угол смотрения, а также линия горизонта. Линия горизонта зависит от того, например, стоите вы или сидите. И линия горизонта проходит по уровню ваших глаз. То есть от того, как вы смотрите. Если вы сидите, то линия горизонта у вас будет ниже. И если вы стоите, то, естественно, она будет выше. Как же зависит рисование от выбора точки зрения или линии горизонта, как я уже сказала. Ну, естественно, что плоскости горизонтальные, если вы стоите и линия горизонта выше, то они раскрываются больше. Раскрываются, видны больше. Как бы перспектива птичьего полета получается. Вид, так сказать, сверху. И, конечно же, точки схода, они находятся на линии горизонта. При фронтальной перспективе, ну, представьте себе, что вы зашли в комнату и смотрите, значит, стена, которая напротив нас, она находится параллельно от вас. То это и есть фронтальная перспектива. Линия горизонта располагается по линии смотрения, ну, вот, так сказать, параллельно линии ваших глаз. И точки схода все идут в одну линию, в центр, вот, в центральную точку, находящуюся на этой линии горизонта. Линии, я имею в виду стен, которые боковые находятся, боковые стены. Вот это, значит, линия горизонта. Она имеет важное значение, так же, как и точки схода, при построении объектов изображения, будь то натюрморт или будь то перспектива улицы. Если кто из вас заинтересуется, то вы, конечно, можете на эту тему посмотреть издание, книги. Скажем, в иконописи принята обратная перспектива. То есть, когда, значит, точки, когда линии все сходятся где-то у нас в глазу, наоборот. Вот это обратная перспектива. Ну, многие связывают это с каким-то философским подтекстом и правильно делают, совершенно правильно делают. Но мы с вами будем иметь дело, прежде всего, с прямой перспективой, которую открыл в своем трактате о перспективе Паула Учелла, значит, гуманист, художник эпохи Возрождения. И он составил этот трактат о перспективе и открыл те положения, которые сейчас и используются при, значит, чтении курса о перспективе в учебных заведениях. Значит, в перспективе есть еще такие понятия, как картинная плоскость. Вот, по сути говоря, мы переносим все эти, так сказать, точки схода, линию горизонта, зримого пространства на нашу картину, на картинную плоскость, то есть на планшет, на котором мы рисуем. И вот эти вот точки схода, линия горизонта, так же, как и линии построения, они должны быть слегка намечены. Это вспомогательные линии для вашего рисунка. На практике мы с вами конкретно посмотрим, как зависит линия горизонта, от линии горизонта зависит вот наше изображение. А сейчас я прощаюсь с вами. До свидания. Я желаю вам успехов и до новых встреч.